Сегодня 16 сентября 2023 года И хочу поделиться очередной серией размышлений, связанной с ситуацией, которую сейчас переживает Россия, да и вся планета Видео, которое я вот сегодня запишу и смонтирую, оно будет называться Третья мировая война, предвестник новой эпохи И это видео будет состоять из моих размышлений, которые я уже сделал до этого вступительного слова Я там немножко теоретическое, какой-то теоретической части изложил, почему события будут развиваться именно таким-то образом И потом, как бы, завершающая часть была аргументирована, как бы, изложена позицией о том, почему Россия и Китай победят в Третьей мировой войне Ну, то, что Третья мировая война уже идет, это для всех очевидно В каких-то местах уже в горячей фазе она происходит Вот, и с Китаем пока еще горячая фаза не началась, и неизвестно будет или нет Но и холодная, и горячая фаза Третьей мировой войны, они уже по факту произошли И вот я хочу немножко в уступительном слове обрисовать эту ситуацию Как она мне видится в диалектике, как сказали бы философы из нашего недавнего прошлого А в диалектике видится так Три мировые войны, две из которых уже произошли А третья вот уже в горячей фазе фактически тоже началась Хотя еще это, как бы, не кульминация Третьей мировой войны Пока еще ситуация в грани, ну, на грани равновесия Куда качнется чаша весов Пока еще многим непонятно, чем это кончится Мне уже понятно, вот поэтому я хочу ободрить тех, кто живет в России, в Китае Победа будет, конечно, за этими цивилизациями И вот я хочу сказать, что первая мировая война была этапом Когда победили англо-саксонский мир, западный И главная идея англо-саксонского мира, это сохранить старый мир, мир эгоизма Мир эгоистической личности Главный приоритет западной цивилизации Это вот свобода и права индивидуума Который, как эгоист, должен по плечам других вскарабкаться наверх социума И блаженствовать, кайфовать от того, что вот он поднялся на гору Вот, ну, это идея старой цивилизации Она уже отмирает Я вот в дальнейшем видео расскажу, почему это так, теоретически И поясню на каких-то примерах Вот, а та эпоха, которая новая, которая начинается И к которой мы стремительно входим Она будет связана с коллективистским началом А поскольку коллективистские начала на политической сфере политики Вылилась в социалистические идеи Это, конечно, очень несовершенная форма коллективистских, как бы, вот Тех тенденций, к которым придет эпоха Водолея Но вот как для начала это было уже кое-что И вот во Второй мировой войне Уже не произошло победы англо-саксонского мира А произошла победа обоих полюсов человечества И того, который выражает коллективистские начала И того, кто поддерживает старые эгоистические начала То есть англо-саксонский западный мир То есть основная тяжесть победы легла на плечи России А в Азии, там, у Китая тоже пришлось много принести жертв Для того, чтобы потом в Китае произошла коммунистическая победа Коммунистических идей и строительство социализма Вот все это произошло путем больших жертв Но окончательной победы пока после Второй мировой войны достигнута не было Коллективистских начал И поддерживалась после Второй мировой войны некая ситуация равновесия Коллективизм, решительные какие-то перемены произошли В сторону победы коллективистских идей Рухнул колониальный мир Появилось огромное количество сот стран на границах С западным миром и в Восточной Европе И даже на Кубе, там, как бы, рядом с цитаделью западного мира С Соединенными Штатами Америки И социалистические идеи в Латинской Америке Очень были, так, довольно развиты И какие-то из них удалось подавить, как вот в Чили Где-то сейчас они опять реанимированы И набирают силу Ну и, наконец, Китай тоже, как бы, очень большую мощь набрал Все это время, как бы, происходило такое накапливание сил Перед решительной схваткой, перед Третьей мировой войной Вот, но ее можно было сравнить с подготовкой боксеров к поединку Вот коллективистские начала Это боксер, который готовился, вот, с одной стороны Западный мир готовился со своей стороны Но до начала горячей фазы Третьей мировой войны Которая началась, вот, с событий в 2022 году Ну, все это было, скорее, спарринг-партнеры Некие локальные войны на границах наших цивилизаций Ну, это была не основная схватка, а подготовительная Разминка перед боем, тренировка Сейчас уже намечается, уже такая силовая стадия Когда сами игроки, сами главные игроки начнут уже, выйдут на ринг и будут сражаться Боксеры-тяжеловесы Вот сейчас Запад с России начал, как бы, противоборство А Китай тоже, как бы, готовится И, ну, не знаю, закончится ли это поединком Или нет Скорее всего, какой-то поединок произойдет все-таки Вот, но схватка, как бы, предстоит И вот дальше два исхода Или Россия и Китай по очкам победят Без нокаута То есть Запад будет побежден Но без каких-то значительных разрушений Таких катаклизмов очень серьезных О чем К чему привела бы атомное сражение Вот, если начнется какие-то удары ядерных бомб То погибнет Западный мир в первую очередь Мы тоже, как бы, понесем большие потери Но наиболее пострадает Запад Но, возможно, поединок не закончится Нокаутом этих двух боксеров Запада и коллективистского начала Азии И России И тогда по очкам мы победим То есть, вот, какие-то небольшие стычки на границах произойдут И ими все и закончится И по очкам победа будет за нами И мы еще для этого должны объединиться Ну, что, собственно, наметилось Объединение и России с Китаем И страны БРИКС Это все, как бы, набор мощи коллективистского начала Которому должна прийти планета Вот, ну, я уже, как бы, заканчиваю вступительную часть этой беседы И точкой в окончании этой вступительной части Будет такой вывод И Россия, и Китай неизбежно победят Ну, а почему это так? Смотрите видео, которое дальше будет Мои размышления на эту тему Вот, на этом вступительное слово я пока заканчиваю Ну, а назвать это видео можно Третья мировая война Предвестник эпохи света Ну, и на балконе имеет смысл сделать некое вступление О том, что Вот это видео посвящено Вроде бы страданиям, которые нам предстоят Во время пика солнечной активности И даже Третьей мировой войне И, возможно, в горячей фазе Но после нее наступит эпоха света Вот об этом можно еще на балконе поговорить Еще можно будет добавить на балконе Что на всех границах западного мира Сейчас мощное обострение конфликта Вот США граничит с южноамериканской цивилизацией Там очень обострилось все Южная Америка и США находятся в конфликтных отношениях сейчас Значит, с Россией По границе бывшего стран соцлагеря Как бы происходит столкновение Вот там тоже все очень неблагополучно И даже в горячую фазу все перешло С миром азиатским Тоже все неблагополучно В Китае вот сейчас очень усиливается Нагнетается от ситуации И готова уже перейти в горячую фазу Поводом будет Тайвань Но фактически это пограничная территория Между миром Запада и миром Востока Азии Вот Африка вроде бы находится пока в немощном состоянии Но она, вот противодействие Западу Может со внешней стороны границ оказываться И тогда те, кто набрал силу Ну вот Россия, Китай, Южная Америка набирает силу Вот они оказывают снаружи от границ сопротивление И входят в конфликт А те, кто немощные Они из Азии, из Африки, из Южной Америки В Атинос, вот в Америку Они все внутрь попадают Внутрь Штатов, внутрь Европы Вот огромное количество беженцев Из Африки, из Ближнего Востока В общем, из всех стран, где нищета Все внутрь границ попадают И с одной стороны проблемы у Запада по внешнему Вне от границ А с другой стороны Все эти, кто не смог стать крепышами Они внутрь проникают И начинают разлагать все внутри Создавать проблемы внутри И чернокожие население И цветное в Америке Начинают становиться проблемой И в Европе Мусульманская часть Вот, которая проникла И африканская С Ближнего Востока И с Азии, и с Африки Тоже начинают проблемы создавать европейцам И вот Запад сейчас будет Очень большие проблемы обретать Все больше и больше Так что вот Проблемы неизбежны Для Запада Но проблемы приведут К разрушению Старого Мира Вот Запад Который является носителем Идеи Старого Мира Наиболее сильный, мощный Проводник Старых Идей Вот он будет Сейчас И внутри, и снаружи Мощнейшим атакам подвергаться Да еще и со стороны природы Катаклизмы Всякие стихийные бедствия Вот И Все это приведет К тому, что Очень большая часть западных Как бы оплотов Западной цивилизации Будет Сильно разрушена А разрушение Является Предтечей Наступления новой эпохи Вот без разрушений Новая эпоха невозможна Вот Как в квартире стариков Невозможно Молодежи Сделать что-то новое Старики будут говорить Нет, вот эти иконы Не трогай Этих слоников На столе Не трогай Абажур над столом Вот этот пыльный Не трогай Эти диваны Старинные Прошлого века Еще И шкафы Комоды Не трогай Сундук даже Какой-нибудь От бабки Доставшийся Не трогай Молодежи Тех, кто любит Япония Они пытаются Еще во многом Вот эту старую Дряхлую цивилизацию Эгоистическую В среднее века По сто лет В двадцатом веке По пять лет По четыре Три года Все это будет Все меньше и меньше Как бы Сжиматься Вот эти сроки Всяких этих Пертрубаций И Все эти Разрушения Будут более стремительными И обновления Будут намного Стремительнее Происходить И Ускоряться Вот как компьютерные Технологии Даже Вот на нашем веку Те, кто Еще Застал Брежневские Времена Вот На наших глазах Все это Начиналось Все эти компьютерные Цифровые технологии И Вот как Менялись Все эти компьютеры С какими-то Примитивными Сначала на ДОС Потом Виндос Потом У многих Стали Появляться Еще более Современные И компьютеры И Эпл Начала Как бы Более Качественную Продукцию Делать Гаджеты Которые В кармане Стали Помещаться Все более Стали Завоевывать Широкие Массы И Если Поначалу Только самые Богатые Люди Могли в руках Держать Какую-то Штуковину Типа Мобильного Телефона Или Какого-то Смартфона Где можно Было Маленький Кусочек Информации На Маленький Объем Памяти Записать То Потом Уже Сейчас Вот Огромные Объемы памяти И у всех Уже можно У всех Доступ В интернет К телевидению Через Интернет К сайтам К форумам К общению В общем К программам Даже каким-то На смартфонах Все это Стремительно Развивается И вот Эпоха Водолея И уран Который Набирает Мощь В этой эпохе Все будет Еще более Усиливаться Вот Но Поскольку Водолей Еще Значительную Мощь Имеет Сатурн То Сатурн Принесет Очень много Нам Испытаний Вот Сатурн Одновременно Приносит И испытания И новые Возможности Вот он Приносит Кризисы Какие-то Потрясения Болезни Какие-то Но он же Вынуждает Начать Новый Образ Жизни Вести И те Кто преодолел Кризис Который Принес Сатурн Те Вступает В новую эпоху Крепкими Здоровыми И Под руководством Новых идей Поэтому Сатурн Тоже полезен Вот В качестве Переходного Какого-то Этапа Но Это временно А Будущее Будет За духовными Идеями Идеалами И технологиями Вот Еще один Этап Еще один Отрывок На этом Я тоже Закончу В первой Мировой войне Победили Эгоисты Англо-саксонский Мир Те Кто Является Правоозвестником Идеи Личного Эгоистического Приоритета Ценностей То есть На первом месте Эгоистическая Личность А общество Государство На втором Плане Во второй Мировой войне Уже Была Ничья То есть Основная Тяжесть Легла На плечи Носителя Коллективистских Начал Это СССР Китай Страны Социализма Возникли И Был большой Прорыв В сторону Того Чтобы Уравновесить Эгоистические Начала Западного Мира Англососонцева И То что Пришло С востока Коллективистские Начала От России Из Китая Вот Какое-то Время Происходило Противоборство Безгорячей Фазы То есть Равновесие Во второй Мировой Войны Вроде бы Достигли И Появились Линии Границ Между Социализмом И капитализмом Вот И в Европе И в Китае Вот И на Кубе То есть Появились Страны Двух Полюсов Где Равновесие Было И наконец Третья Мировая Война Должна Привести К победе Полной Окончательной Победе Коллективистских Государств И цивилизаций То есть Если сейчас Как бы Конфликт Между Западным Англосаксонским Миром Будет И Россией И Китаем То победят Конечно Россия и Китай Потому что В Китае В чистом виде Коллективистские Такие Идеологические Присутствуют Вектор Устремления А в России Мы попробовали Эгоизма Капиталистического Эгоизма Нам он не понравился И мы сейчас Стремительно Возвращаемся К коллективистскому Такому началу России То есть Важности Когда всему Обществу Должно быть Хорошо И вот Патриотизм Это первая Стадия Этого Коллективистского Начала В России Ну а она Должна Перерасти В более Высокую Стадию В стадию Духовного Единства Нашего народа Российской Цивилизации Вот поэтому Вот и Россия И Китай Победят Англосаксонский Мир В Третьей Мировой Войне В какой бы она Фазе ни была В горячей В холодной Победа будет За коллективистским Началом И Это будет Началом Перехода В эпоху Водолея То есть Война вроде бы Неизбежна Третья Мировая Она точно Будет Насколько Разрушительна Она будет Пока не ясно Но в любом Случае Последствием Этой войны Будет победа Коллективистского Начала А поскольку На западе Этим даже Не пахнет Там всегда Отстаивали Роль индивидуума Личности Что вот он Один может По плечам Забраться Наверх Социума И это Главная ценность Чтобы он мог Один Быть Способным Забраться Наверх Для Коллективистских Цивилизаций Важно Чтобы всему Государству Было хорошо Чтобы все Могли развиваться У всех Были возможности Подниматься Наверх Социума И поднимался Наверх Не тот Кто эгоист А кто служит Окружающим Наиболее эффективно Вот поэтому Победа будет За коллективистскими Цивилизациями За Китаем И Россией И они будут Уже Лидерами Новой эпохи Ну можно Вот поразмышлять На тему того Что Есть некое Я Монада Будущего Бога Человека Для того Чтобы она Развила Сознание Соответствующая Стадия Бога Человека Она должна Накопить Сама Не получить От кого-то В подарок А накопить Сама Некие Накопления Опыта И Развивать Свои способности Реагировать На Воздействие Внешнего Мира Вот есть я Есть внешний мир И Чем выше Сознание Этого я Тем Большую Гамму Воздействия Окружающего мира Это я Способно Воспринимать На Примитивных Стадиях Только Грубые Плотные Воздействия Монада Способно Воспринимать И откликаться На них На более Высоких Стадиях Развития Она Становится Способна Воспринимать Высшие Вибрации Солнечные Системы Атмические Будхические И более Высшие Но для того Чтобы Вырасти К этому Уровню Развития К этой Стадии Эволюции Монада Должна Сама Подготовить Инструменты Для того Чтобы этими Инструментами Воспринимать Ну Какие это Инструменты Во первых В минеральном Царстве Она Формирует Способность Откликаться С помощью Эфирной И плотной Оболочки На вибрации Самые грубые Плотных Воздействий Тепла Холода Давление Вот Затем Нужны Родители Которые Дадут Более Высокий Проводник Этими Родителями Являются Монады Групповая Строители Растительного Царства Вот Они Являются Строителями Новой Оболочки Которая Будет Более Приспособленной Для Более Расширенной Гаммы Воздействия Внешнего Мира Получать И От родителей Которые Которыми Являются Строители Растительного Царства И Там есть Родители Плотной Оболочки Строители Элементалы И Есть Групповая Душа Какого-то Из направлений Растительного Царства Каких-то Цветов Кустарников Деревьев Разных Подразделений В Растительном Царстве Большая Гамма Разных Видов Растений И Вот У каждого Из этих Видов Есть Своя Групповая Душа И Вот Она Является Инициатором Который Помогает Развивать Сознание Форму Дает Строители Формы А Сознание Дает Групповая Душа Зачащая Развитие Сознания Потом Когда Опыт В Растительном Царстве Накоплен Большой И Достаточный И Уже Наступает Пора Перейти На более Качественный Уровень Опыта Затем Монада Переходит В Животное Царство И Точно Так же Получает Плотные Тела Строят Строители Плотной Оболочки Плотных Оболочек А Развитие Эмоциональной Составляющей У растений Которые В зачаточном Стоянии Но Начинает Как бы Формироваться За нее Отвечают Групповые Души Животного Царства И Доводит Постепенно Передавая Все более Учителям Более Высоких Классов Школы Животного Царства Постепенно От начальной Школы До Средней Школы Передают Учеников По разным Типам Животных Начинает С простейших Животных Получать Опыт Монады Ну и Заканчивать Домашними Животными Или Молекопитающими Наиболее Высшими Из Животных Вот Дальше В какой-то Момент Наступает Момент Когда Этап Когда Монада Должна Перейти Еще Более Высокий Класс Развития Который Называется Четвертым Царством Природ Царства Людей Значит И Там Уже Оболочки Строят Еще Более Высокие Высокого Уровня Строители Еще Более Высокого Уровня Элементалы И Душой Уже Индивидуальной Наделяют Аугвейды Каждого Индивида Если Раньше У каждого Типа Животных Была Своя Групповая Душа Одна На всю Группу На Группу Волков Пчел Баранов Слонов В общем У каждого Типа Животных Была Своя Групповая Душа А тут У каждого Индивида Будет Своя Индивидуальная Душа И Начинается Новый Этап Отклика На Окружающий Мир В том числе На Воздействие От своих Ровней От Людей То есть Начинается Развитие И Взаимодействие Как с низшими Царствами Природой Минеральным Растительным Животным Так И Своими Ровными Человеком И Все это Происходит Под Присмотром Высших Царств Природы Представителем Которых Для Индивидуального Человека Являются Аугвейды Конкретный Индивидуальный Аугвейд Каждого Человека А чем Выше Он Поднимается Тем Постепенно Аугвейд Начинает Как бы Все больше Передавать Возможности Воздействия На человека Еще более Высоким Царствам Природы Планетарной Иерархии Ну а на Каком-то Этапе Даже Шамбала Начинает Воздействие Индивидов Вот так происходит Получение От родителей Все более Высоких Оболочек И Осваивание С помощью Этих Оболочек Окружающего Мира В более Широком Диапазоне То есть Человек Уже Осваивает Не только Воздействие Плотного И эфирного Мира Не только Эмоционального Мира Но и Ментального Мира От своих Ненамышленников При этом Он развивает Аппарат Речи Аппарат Мышления Усовершенствуется Мозг Чакра Развивается Начиная с Нижних Поддиафрагм И более Высоким И так Происходит Эволюция В рамках Четвертого Царства Природы И Ребенок Воплощаясь В очередном Воплощении Проходит Тот же Самый Путь Эмбриончик Сначала Имеет Лишь Постоянные Атомы Эмоциональный И эфирный И физический Постоянный Атом И ментальную Единицу Которая Еще в прошлых Воплощениях Он накапливал Какой-то опыт И оставил В этих Атомах И ментальной Единице Ниши Триады Вот этот опыт После каждого Воплощения Там добавляется Какая-то частичка Опыта Одновременно Начинает Накапливаться И опыт С помощью Каузуальной Оболочки Этот опыт Уже Каких-то Духовных Качеств Позитивных Качеств Души То Что ведет Человек Уже еще выше В царство Сверхчеловеческие Царство развития Вот И при воплощении Сначала Когда Из Каузального Плана Он спускается Он активизирует Постоянные Атомы Ментальной Единицы Постоянные Атомы Эмоциональные Эфирные И Когда уже Происходит Зачатие Получает Два Эмбриончика От Папы и Мамы Соединяются И он Получает От родителей Сначала В жидком Виде Потом Более плотном Там начинает Формироваться И на каком-то Этапе Уже Совсем Плотные Части Позвоночника И В момент Рождения У него Есть и Самые Плотные И жидкие Газообразные Вот Оболочки И он Начинает Уже Самостоятельно Развиваться Но Дальше Он уже Должен Сам Сначала Он от Матери Получает Оболочку С помощью Зачатия От Отца Эмбриончик Как бы Получает Сперматозоид Отца И яйцеклетку Матери Оплодотворять И вот Это пока что Человек Индивид Получает От родителей А дальше Он должен Свои Накопления Уже Какие-то Сформировать С помощью Постоянных Атомов Триады Которые От прошлого Воплощения У него еще Были И вот Эти Постоянные Атомы Начинают Инициировать Активность На физическом Плане Человека Сначала Он Начинает С самого Примитивного Опыта Опыта Физического Мира Эфирного Мира Осваивать Свою Плотную Эфирную Оболочку Затем Начинает Осваивать И формировать Эмоциональную Оболочку Все более Акцентированно И затем Все более Акцентированную Ментальную Оболочку Начинаются Они Их формирование В самом Начале Воплощения Но Акцент На развитие Этих Оболочек Делается Через Каждое Семилитие Акцент На эмоциональную Оболочку Через Первое Семилитие Начинает Акцентироваться Акцент на развитие ментальной оболочки после 14 лет, двух семилетий. Вот так происходит уже накопление собственного опыта человека и задача стать самостоятельным индивидом, не зависящим от родителей, что и происходит к моменту взрослого возраста. А когда с помощью многих переплощений он становится взрослым и духовным, то он переходит в Пятое Царство Природы. И там начинается, получают оболочки опять-таки от родителей Пятого Царства Природы. И там есть тоже свой Дева, свои элементалы и свои наставники по линии развития сознания, души. Вот там продолжается эволюция. И так он поднимается всё выше и выше, пока не поднимется в первое, где он достигает всеведения и всемогущества в масштабах космических, семи космических планов. Ну вот такое вот путешествие Моната происходит. Дальше расскажу немножко о том этапе, к которому подошло современное человечество на планете Земля. Вот у человечества есть некий прошлый, пройденный им путь, в котором накоплен определенный опыт. И если говорить о конкретно последних тысячелетиях того, чем занималось человечество, оно развивало две своих способности. Наиболее неразвитые широкие народные массы развивали эмоциональную оболочку и осваивали начальную стадию развития ментальной оболочки. То есть в самый примитивный тип интеллекта развивали, который возможен для человечества. И у человечества всегда были, ну, более развитая часть человечества всегда одновременно была в воплощении, помимо широких, не очень развитых, а в старые времена совсем неразвитых народных широких масс, были еще более образованы и развитые такие представители другого слоя населения, которых можно назвать, ну, руководителями, земными руководителями неразвитых масс. Вот они все эти предыдущие тысячелетия развивали не эмоциональную свою оболочку, а ментальную. И их цель развития была в том, чтобы довести развитие ментальной оболочки до такого состояния, когда она способна будет откликаться на вибрации души, то есть высших духовных вибраций, которые курируют вообще эволюцию человечества из Пятого Царства Природы, из Пятого, Шестого и более высоких. И в это время, когда широкие народные массы развивали эмоциональную оболочку и зачаток ментальной оболочки, самой начальной, как бы начальных ступеней развития эмоциональной оболочки проходили, а более развитая группа развивала ментальную оболочку и подготавливалась к принятию более высших вибраций с помощью вот ментальной оболочки более качественной задачей, которая и стояла перед вот этой более развитой части человечества, вот они сейчас подошли к этому этапу, когда готовы воспринимать, достаточно неплохо развили ментальную оболочку уже не только в отношении того, что они научились там перемножать цифры, какие-то бизнес-планы и проекты организовывать, развивать науку, философией заниматься. Всё это как бы не очень высокая стадия развития ментальной оболочки. Более высокой стадией развития ментальной оболочки является та, когда они способны воспринимать вибрации каузуального мира и даже зачаточные способности воспринимать буддхические вибрации. Вот к этой стадии подошла руководящая часть человечества. Ну, я хочу сказать, что помимо вот этих больших двух групп, широких народных масс и более развитой элиты человечества, одновременно в единичном количестве воплощались среди этих двух больших групп отдельные представители ещё более развитой части человечества, которые уже способны воспринимать каузуальные вибрации и которые являются истинной элитой человечества. Но поскольку их так мало, и они часто оказывали лишь воздействие на вторую часть человечества, руководящую, которую развивал интеллект, то своё воздействие на широкие народные массы они уже оказывали не напрямую, а через воздействие на руководящую часть человечества, вот, которую развивал интеллект. Ну, кроме представителей этой части человечества, единичных, которая в единичном количестве воплощалась, ну, если в процентном отношении первую неразвитую массы можно актерилизовать как примерно 85%, более развитую 15%, то вот единичные, ещё более развитые элиты человечества, духовную элиту человечества, ну, её можно актерилизовать как 1% или даже меньше. Вот. И помимо того, что вот этот процент духовно воздействовал на ментально более развитую часть человечества, ещё воплощались представители Пятого Царства Природы, Махатмы, великие учителя человечества, и они известны уже как особо выдающиеся представители рода человеческого, ну, их имена известны как основатели разных религий, философий, которые продвигали по линии искусства, по линии политики. Ну, их имена известны в первую очередь как основатели религий, Христос, Будда, Кришна, Магомед, Конфуций, Лао-Дзи, Платон, Арсей, ну, и другие. Кто-то способствовал и по линии развития даже в политике, вот, например, Акбар Великий – это воплощение тоже Махатмы, хотя он как бы был не основателем никакой религии, но в направлении объединения разных взглядов религиозных в Индии он сделал довольно большой шаг, поспособствовав примирению различных религий, и он давал возможность не враждовать внутри Индии лидерам разных религий, а как бы находить какой-то общий язык, давал возможность всем им развиваться. Ну, большую роль, конечно, играли для эволюции человечества, для ускорения прогресса ученики Махатмы, их и больше воплощалось среди людей, чем самих Махатмы, и, ну, они были более приспособлены к тому, чтобы воздействовать на авангард человечества, вот, ментально развитый. И вот так происходило в последние тысячи, многие тысячи лет. Я сейчас не буду говорить о той истории, которую прошло человечество в лемурийский период, в Атлантический, к этому надо еще созреть людям, принять эту концепцию более ранних этапов развития. Ну, даже если базироваться на последних тысячелетиях развития человечества, то вот там происходил такой вот процесс. Неразвитые массы развивали эмоциональную оболочку, развитые массы развивали ментальную оболочку, развитые части человечества, которых всего 15% было, среди воплощенных на физическом плане. А сейчас мы подошли к тому этапу, когда необходимо будет подняться на более высокую ступеньку и неразвитым массам, и более развитой части человечества. То есть неразвитые массы должны начать развивать ментальную оболочку во всех следующих тысячелетиях. И этому очень сильно способствовала вот та часть эволюции человечества, которую мы прошли в последние несколько веков. Вот пурное развитие науки, научно-технического прогресса и даже временная победа атеистических концепций надорелигиозными. Все они способствовали тому, чтобы широкие народные массы, если раньше они вообще не имели никакого образования, не умели ни писать, ни читать, то сейчас они начинают получать хотя бы зачатки образования в средней школе. И в разных странах среднее образование является уже обязательным для всего населения этих стран. Ну а более подготовленная часть человечества обязательно получает высшее образование. Если раньше высшее образование могли получать только единицы из более развитой части человечества, то сейчас все более развитые люди, которые рождаются среди человечества, они все имеют возможность получить высшее образование. И процент получивших высшее образование достаточно большой уже в наше время. Но они, пройдя начальные фазы ускорения своего развития с помощью науки, должны будут уже в эпохе Водолея и в следующих столетиях и тысячелетиях проходить более высокие фазы своего развития. Не просто развивать интеллект в институтах и получать научную концепцию мироздания, а добавить к этим знаниям эзотерические знания. Поначалу таких людей будет гораздо меньше, чем тех, кто получает чисто научную картину мироздания в институтах. Но со временем, с каждым десятилетием, а уж я не говорю про ближайшие два столетия, вот таких людей станет очень много. И через какое-то время все 15%, которые были чисто ментальную оболочку развивали, теперь они все эти 15% будут развивать в каузуальную оболочку. А среди широких народных масс часть будет развиваться в рамках среднего образования школы, ну а наиболее подготовленные будут получать высшее образование. Но у них пока еще способностей получать воздействие с каузуального мира пока еще не будет. Их задача будет развивать интеллект. Но под руководством элиты человечества, которая уже будет получать воздействие с каузуального мира и поступит под руководство Пятого царства природы, которое к тому времени начнет воплощаться среди людей в большем количестве, чем в предыдущие тысячелетия и столетия. Вот мы подходим к очень важной точке эволюции человечества. Ну и каждая точка перехода на новую ступень сопровождается кризисами. Кризис – это очень болезненный процесс, когда прошлый этап закончился, а новый еще только начинается. Ну, его можно сравнить с начальными трудностями любых творческих проектов. Ну, и самый простой такой пример можно сравнить с паровозом, который стоит вот как бы на рельсах и который должен начать двигаться и разогнаться до большой скорости. Вот поначалу надо заготовить дрова, уголь, погрузить вот в ту часть паровоза, которая прицеплена непосредственно к передней части паровоза. Вот. Потом машинисты должны накидать уголь и дрова вот уже в топку, разжечь топ, вот эти как бы дрова. И потихоньку, потихоньку вот этот жар пламени должен нагреть воду. Вода должна превратиться в пар, а пар начнет двигать уже цилиндры, которые приводят с помощью рычагов колеса в движение. И с большим трудом медленно-медленно паровоз начинает разгоняться. При этом машинист весь в поту, очень много работы, очень много трудностей для того, чтобы сдвинуть с места паровоз. Но по мере того, как паровоз начнет все больше и больше ускоряться, работы у машиниста будет все меньше и меньше. То есть период начальных трудностей будет пройден. И вот точно такой же этап человечество сейчас начнет проходить при переходе в новую эпоху, эпоху водолея. То есть вот сейчас надо будет новые возможности и новые способности с нуля практически, с очень неразвитой стадии начать развивать. Ну и по-другому еще можно сравнить, когда человек принимает решение свои дряблые, очень неразвитые мышцы накачать до состояния крепкого спортсмена. Вот тоже очень болезненно этот процесс проходит. Поначалу мышцы болят, большие нагрузки невозможно как бы вообще выдержать. То есть поначалу начинается, если пробежка, то с очень маленького расстояния, ноги после нее болят. Если на тренажерах начинают какие-то нагрузки человек, то маленькое количество блинов на штанге, маленькое количество груза на тренажерах, там всякие тяги, очень небольшие нагрузки начинаются. Но по мере освоения этих нагрузок человек приспосабливается к этому режиму тренировок и начинает справляться с большими и большими нагрузками. И вот эта точка кризиса, когда он был совсем таким дрыщом неразвитым, совершенно с неразвитыми мышцами, он потихоньку начинает переходить в стадию крепкого, такого подтянутого физкультурника. То же самое в духовном плане. Сейчас мы должны будем перейти на духовное развитие, духовные мышцы накачать. И поначалу это очень будет полезный процесс, очень трудно будет совершать поступки добра, правильные человеческие отношения будет очень трудно поддерживать. И их можно сравнить с теми болями, которые поначалу человек получает при начале физических тренировок. Но чем чаще человек будет тренировать свою способность совершать поступки добра, альтруизма, служения окружающим, тем легче будет ему справляться с этими нагрузками, тем духовные силы будут у него всё больше и больше увеличиваться. И через одно-два столетия мы окончательно перейдём в эпоху Водолея, и руководить эволюцией человечества будут уже не ментально развитые эгоисты, которые использовали развитый интеллект низших двух подпланов монастического плана, шестого и седьмого. А у них сейчас будет формироваться всё больше и больше ментальные способности четвёртого и пятого подпланов, ментального плана. И с помощью вот этих уже ментальных болочек они начнут воспринимать вибрации каузуального мира, то есть трёх высших подпланов монастического мира. И тогда они будут руководить человечеством уже не с позиции эгоистов, а с позиции души, с позиции альтруистов. И на должности президентов, в каких-то комиссиях по оценке культурных, всяких произведений искусства, культуры, уже будут находиться не люди стадии цивилизации, для которых важно было стать какими-то людьми, имеющими славу, зарабатывающими деньги с помощью своих творческих продуктов в области искусства, науки. Там задача была заработать большие деньги, прославиться. Ну, хотя это было, конечно, одновременно и интересно этим заниматься людям искусства, людям науки, но они при этом не забывали, что очень важно для них и прославиться, получить какие-то большие деньги с помощью своих способностей. Вот сейчас вот этот стимул уже будет играть всё меньшую роль, и всё большую роль будет играть стимул как можно более эффективно служить окружающим людям, передать те способности, все знания, которые будут получены из каузуальных миров, от божественных иерархий, от Пятого Царства Природы, от Махат. И вот руководить людьми будут уже и в политике, и в науке, и в искусствах, и в религии уже представители вот ещё более высокой части человечества, которые будут переходить с развития ментальной оболочки на развитие каузуальной оболочки. Акцентироваться уже будет развитие каузуальной оболочки. И вот именно они будут руководить людьми. И жизнь человечества тогда преобразится. И неразвитые массы вынуждены будут уже учиться у своей элиты не эгоизму, как сейчас происходит. Вот неразвитые массы в наше время, их последние столетия, ну, чему они учились? Тому, как самим стать какими-то известными людьми и подняться по головам других людей, не менее развитых, наверх в лестнице социума. Вот этому учились неразвитые массы. Сначала через ступень бригадиров, каких-то служителей деревенских церквей, подмастерьев в области каких-то строительных технологий, каких-то начальных учеников, академиков и профессоров в области науки. Вот менее развитые учились у более развитых к тому, чтобы подняться наверх социума, но с эгоистическими мотивами. А сейчас руководителями будут альтруисты. И им, они уже вынуждены будут, чтобы стать известными, даже вот если такой момент эгоизма, эгоистических таких мотивов и будет присутствовать, то достичь этих мотивов они смогут только, пройдя наверх лестницу социума, а наверху лестницу социума будут цениться не те, кто эгоистически какие-то цели ставит, а те, кто является альтруистами. И человек, который не является альтруистами, наверх социума подняться не сможет. Значит, и даже неразвитые массы будут стимулироваться, приобретать положительные качества характера, учиться положительным качествам во всех областях, которые способствуют проявлению человечества в социуме. В области религии, культуры, науки, политики везде уже добився чего-то, даже неразвитые люди смогут подняться на какие-то начальные ступеньки в этих областях, только если будут альтруистами. Поэтому жизнь общества преобразится. Уже не будет некого золотого миллиарда, для которого широкие народные массы являются пушечным мясом и такой рабочей силой на уровне того, как животных раньше использовали, только кормили, поили их и использовали для того, чтобы лошадь везла, пахала, корова давала молоко, бараны стригли с них шерсть, вот чисто эгоистически использовали животное царство. Так вот верхушка человечества в прошлом использовала неразвитые народные массы, чисто эгоистически. А сейчас верхушка будет духовно ориентированной, и народные массы, она будет как бы учить всему хорошему, что способствует духовной эволюции менее развитых людей. И прогресс человечества очень ускорится, эгоистов будет очень мало, их возможности как-то реализовать себя в обществе будет очень ограничено, и эволюция очень ускорится по линии духовного направления. Вот такое будущее нам предстоит, но перейти в него очень непросто, потому что, вот как я сказал, паровоз очень трудно с места сдвинуть и разогнать его, и спортсмену очень трудно встать из неразвитого такого с дряблыми мышцами человека в спортсмена, накачанного культуриста, какого-нибудь или крепкого, физически развитого человека. Так и в духовной сфере очень непросто будет первые шаги делать по линии духовности. Но поскольку мы подошли к тому этапу эволюции, когда все остальные просто перестанут воплощаться, и вот в гелозойке получено знание, что те, кто не способны, вот среди неразвитых широких народных масс есть те, кто настолько увлеклись эгоистическим каким-то креном в своем развитии по линии преступности, эгоизма, то вот они пока не будут воплощаться среди людей. И таким образом, вот тот балласт, та часть человечества, которые очень сильно мешали начать эволюционировать в духовном направлении всему человечеству и более развитым, и менее развитым. Вот они вообще не будут воплощаться. И, ну, в менее развитых религиях говорится о том, что они попадут в ад и будут там находиться, не смогут воплощаться. Ну, в более развитых учениях там говорится тоже о каких-то вариантах того, что они не смогут воплощаться. Но вот среди рейсского учения есть убеждения, что все вот эти монады попадут на Сатурн и на Земле их уже не будет среди нас. Ну, тем не менее, вот в той или иной форме нам сообщено, что эти неразвитые массы больше уже не будут нам мешать. Ну, конечно, на переходном этапе какое-то их количество по-прежнему еще будет нам создавать помехи. Но одновременно эти помехи и будут способствовать накоплению все больше и больше духовных сил. То есть их будет не так много, чтобы помешать этому крену в область духовного развития для человечества, но какое-то их количество будет нужно, чтобы преодолевая вот эти трудности и те тенденции, которые будут пытаться в прошлое нас увлечь, в эгоизм, в ту историю, когда мы развивали эгоизм, вот преодоление этого эгоизма и тех, кто воплощает в себе этот эгоизм, оно будет уже играть полезную роль. И справляясь с этими людьми и даже небольшими группами эгоистами, мы будем создавать позитивные группы, и позитивные группы будут преодолевать склонность вот этих эгоистических групп к тому, чтобы увлечь в прошлое нас. И постепенно, постепенно этих эгоистических людей и групп будет так мало, что уже наступит окончательная эпоха света, в которой не будет больших помех для того, чтобы двигаться по духовному направлению. Ну, об этом еще можно будет рассказать в следующих каких-то беседах. А на этом пока эту беседу я заканчиваю. сделаю еще небольшое дополнение вот по поводу того этапа эволюции человечества, в которой мы сейчас переживаем. Я уже сказал, что это точка кризиса, а любой кризис это довольно болезненное явление, такое довольно тяжелое, сопровождающееся болями. Ну, вот я привел пример в предыдущем фрагменте с тем, как разгоняется паровоз, когда он стоит на месте, а его надо как бы разогнать до большой скорости. Привел пример спортсмена, который начинает с очень неразвитого состояния мышц, а потом становится крепким спортсменом с крепкой мышечной системой. Но еще можно привести пример того, как во время болезней человек вот вел долгое время неправильный образ жизни, накопил кучу неблагополучных каких-то процессов внутри организма, которые привели к обострению. Вот и следствием неправильного образа жизни рано или поздно становится сбой в работе систем организма. Начинают выходить из строя какие-то его узлы, если вот сравнивать с машиной, он безрассудно нарушает все правила, какие-то рекомендации по вождению, вот безрассудно ездил по всяким ухабистым дорогам, по ямам, по рытвенным, на поребрике на огромной скорости въезжал, в общем, не жалел ни ходовой часть, ни мотор, заправлял чем угодно. Вот человечество точно так же обращалось со своими физическими телами, и не только с физическими, эмоции тоже были чисто эгоистические, такие разрушительные для организма, мысли все были направлены только на эгоизм, а не на смысл жизни, для чего человек родился. Вот всё это привело человека и человеческое общество, пришло тоже, вот как человек может стать таким уже болезненным таким субъектом, таким с хроническими болезнями, так общество превратилось в такого болезненного с хроническими болезнями субъекта. Общество в целом тоже живой организм, вот человечество и народы человечества тоже. Ну а любое, вот всем людям хочется стать здоровыми, крепкими физически, но что для этого нужно? Чтобы больной изменил образ жизни. Вот очень важно изменить образ жизни. Но, к сожалению, бывает так, что человек так долго жил вот этой неупорядоченной, неправильной жизнью, что уже к такому возрасту 40-50 лет он превратился в такую развалину, что уже его превратить в здорового человека практически невозможно. И часто тогда такой человек умирает, а его владелец в следующей жизни уже начинает с нуля и, возможно, он попадет под руководство каких-то наставников, его собственный опыт души будет на него из подсознания воздействовать, что оболочке надо уделять какое-то внимание и вести более разумный образ жизни. И из ребенка гораздо легче вырастить второго человека, чем из дряхлого какого-нибудь уже полупенсионного возраста такого мужчины или женщины таких с толстым брюхом, со всеми забитыми сосудами, с бляшками жировыми во всех каналах. В общем, куча проблем имеющихся. Суставы все уже скрипят, позвоночник весь согнулся и закристаллизовался в неправильном положении. Из такого человека уже здорового практически невозможно сделать. А ребенка можно сформировать, если он будет правильно жить, очень крепким, физически выносливым человеком. Вот точно так же эволюцию человечества. Многие формы, которые существуют сейчас на планете, являются оболочками разных стран, организмов, человечества. В целом тоже некую оболочку создала на нашей планете технократическую. И вот как из старика невозможно сделать здорово, так и с такой цивилизацией, какой стала сейчас западная цивилизация во многом, и в том числе она и восточную увлекла в этом направлении. Сейчас, конечно, многие формы будут разрушены, и некие формы цивилизации умрут. Как старик умирает, дряхлый и инвалид какой-то весь с болезнями хроническими, так многие формы цивилизации вынуждены будут умереть для того, чтобы освободить владельца этих цивилизаций, групповые души народов, и они уже будут строить многие очаги цивилизации вообще на новых местах, а некоторые места, где еще не очень сильно все загажено, и еще есть возможность с помощью здорового образа жизни реанимировать как-то, привести к более здоровому состоянию, ну, там они будут оздоравливать те формы, которые еще есть возможность. Но очень значительная часть различных форм цивилизации, которые построены, должны быть разрушены. Именно для блага человечества вот надо скинуть эти дряхлые оболочки, которые они довели до совершенно невменяемого состояния уже, до болезненного, инвалидного, и начать строить новые оболочки. В том числе это будет новая культура, новая политика, новая религия, новое искусство, все будет новое. Города будут новые, дороги будут новые, средства транспорта будут новые, источники энергии будут, но все обновится. Но это происходит не одним мановением волшебной палочки каких-то божественных существ. Люди должны будут со стадии ребенка вырастить все это новое. Ребенок же не сразу становится крепким физически человеком, ментально развитым, хорошим шахматистом, выдающимся музыкантом, выдающимся политиком. Он сначала в качестве ребенка должен походить в детский садик, в школу, в институт, набить шишки, учиться у каких-то более развитых каких-то педагогов и наставников. И только потом он станет самостоятельным, выдающимся, талантливым, незаурядным человеком. Вот точно так же цивилизация, она должна будет во многом быть разрушена, а самые такие перспективные формы цивилизации, они будут вообще со стадии ребенка начнут развиваться, но и под руководством каких-то остатков предыдущих цивилизаций, где еще не все так плохо, вот какие-то очаги можно будет попытаться как бы еще поддерживать жизнь в них, но с помощью новых уже идей, новых концепций и идеалов, и тогда человечество, вот старики помогут детям по-новому начать жить, сами-то они уже не смогут свои оболочки в гармоничный и в идеальный вид привести, но по крайней мере они на какое-то количество времени еще задержат свое воплощение, не умрут сразу, а помогут детишкам пройти детский садик, школу, передать все лучшее, что у них было, вот, и детишки уже будут строить новый мир, новую эпоху, но все это происходит не очень быстро, несколько поколений должно смениться, и опять вернусь к той точке, точке кризиса, к которой подошло человечество. Вот после первых двух мировых войн очень много старого, ненужного для будущей эпохи было разрушено, это было очень болезненно, для нас было как бы даже неприемлемо то, что люди решили уничтожать друг друга такими варварскими способами, вплоть до фашизма, с газовыми печами, в Освенциме и в других там как бы с гулагами в СССР тоже, где очень много погибало людей и находилось в бесчеловеческих условиях строило вроде бы социализм, новый мир, но их как рабов использовали. Все это пережитки прошлого, но в новую эпоху надо идти по новым уже дорогам, по новым технологиям, но предварительно многое будет разрушено. К сожалению, то, что сейчас мы переживаем с началом спецоперации, это вот человек, который вел неправильный образ жизни, худо-бедно как-то ходил на работу, как-то получал какие-то удовольствия в ресторанах, в опуск клады ездил, но превратился в толстого, обрюзшего, с хроническими болезнями человека, и вот в каком-то моменте организм дает сбой, и он попадает в больницу. И вот кто-то в этой больнице умирает, а кого-то начинают лечить, какие-то операции делать очень болезненные, это очень больно, хоть и наркоз какой-то применяется, но все равно восстановление очень неприятное, долгое, переломы какие-то сращивать, язвы какие-то вырезать, жировики, вот это все очень больно. И вот те наводнения, катаклизмы, которые сейчас происходят, военные действия, все это ситуация, когда человек попал уже в больницу. На каких-то территориях еще будут люди, которые переживут более безболезненно, вот то, что кому-то приходится очень болезненно переживать. Ну, например, на территории Украины это сейчас как бы больница, где хронические больные уже пытаются их хирургическими методами оздоравливать. Где-то в Сибири, где-то в других местах планеты там пока еще не будет вот таких обострений. Вот там можно будет попробовать более гармоничное что-то начать строить, но какие-то места будут разрушены. В том числе не только с помощью военных каких-то действий, но и с помощью катаклизмов природных, экологических каких-то катастроф. Вот многое будет разрушено. И это то, что больной, который долгое время неправильный образ жизни вел, вот в больнице получают хирургические операции, онкологические больные химиотерапию проходят, когда они лысые, худющие, многое нельзя, то нельзя есть, это нельзя делать, двигаться в полном объёме нельзя, в общем, многое нельзя и в больнице, и в первое время после больницы. То же самое человечеству будет, очень много проблем после этих войн, катаклизмов, но они будут неизбежны, и они являются как раз результатом того, что на планету сейчас начинают выливаться новые энергии эпохи Водолея. Это и созвездия будут другими энергиями насыщать планету, и те, которые энергии на предыдущем этапе на нас обливались, их сила потеряет свою мощь. Вот те энергии, которые способствовали развитию эмоциональной оболочки, ментальной, и по линии эгоизма всё это развивалось, вот этих энергий уже больше не будет на планете. и те энергии, которые способны создать новую эволюцию, то есть новую цивилизацию, новую культуру, новую науку, политику, новое искусство, вот все эти энергии, как бы, они будут уже всё более и большую мощь набирать, и люди вынуждены будут или откликаться на эти энергии, или погибать, то есть вот эти энергии будут их оболочки разрушать, дряхлое всё будет уничтожаться, новое, откликающееся на эти энергии, будет набирать всё большую мощь. И в какой-то период, вот если сравнить старые какие-то формы с такими деревьями, с гнилыми стволами, знаете, тополя иногда вот в Петербурге такие большие, уже стояли вдоль каналов, а у них там уже гнилая сердцевина, и любой ураган, сильный ветер валил эти деревья, и они падали, одновременно сажали вдоль каналов, вот я сейчас на работу иду, новые саженцы посадили, и они уже многие подросли, набрали мощь, и так довольно как бы окрепли. И вот точно так же новые формы цивилизации всё будут большую-большую силу набирать. А вот эти старые деревья, старых форм, старых форм политики, человеческих взаимоотношений эгоистических, корыстных, соперничества, даже в спорте вот это соперничество, где надо было чемпионом стать, всех обогнать, вот смотрите, какой я сильный, какой я хороший спортсмен, поставьте меня на высшую ступеньку. Вот всё это будет как бы уменьшаться, вот такие стимулы более эгоистические, будут увеличиваться командные такие виды спорта, и когда целью будет не отдельному спортсмену стать чемпионами, когда вся команда должна стать чемпионами, ну там тоже элемент какой-то будет корысти, эгоизма, но всё-таки это уже групповой такой, групповая форма сотрудничества, а от неё люди перейдут ещё к более совершенным формам взаимодействия. Вот, вот такая перспектива. Плохо это или хорошо, что началась специальная военная операция? Ну, с точки зрения тех, кто попал в больницу, это плохо. Это всё равно, что говорить, плохо или хорошо, что он наконец у него инфаркт с ним произошёл. Вот вроде бы худо-бедно ходил с плохой сосудистой системой, со всеми органами, которые уже пришли в негодность, ну он без инфаркта худо-бедно ходил, а тут вдруг у него инфаркт наступил. Плохо это или хорошо? Это не плохо и не хорошо, это неименуемое следствие того, что было сделано в прошлом. И больница это вот то, что может его или перевести на этап нового развития, добавочного, к тому, который он в прошлом прошёл, вот он может или после больницы умереть, вот операцию сделали, но ничего не получилось, и операция не помогла, и он умер. Это болезненно всё, и всё равно умер. А может, вот перетерпев все эти боли, режимы питания, неподвижность какую-то поначалу, потом ограниченную подвижность, костыли какие-то, вот диеты, вот с помощью таких средств болезненных он может продлить какую-то ещё часть своей жизни, но это всё равно будет уже такая не очень полноценная жизнь. А те, кто не попал в больницу, они вот, посмотрев на тех, кто попал в больницу, решат, нет, я сам уже понял, что это ведёт к краху, и может быть, даже к смерти преждевременной, и я не хочу поддерживать тот образ жизни, который привёл человека в больницу. И вот то же самое человечество, увидев на примере тех, кто самые болезненные такие, потерпят неприятности, военные разрушения с помощью войн, какие-то катаклизмы, наводнения, цунами, катастрофы, землетрясения, ливни, селья с горы сойдут, как бы, вот всё это как бы, те, кто не попал в такие передряги, увидят, им объяснят, что это следствие неправильного образа жизни тех цивилизаций, которые пострадали, и они решат, нет, начну новый образ жизни, как некоторые говорят, с понедельника начну новую жизнь. Ну, не у всех получится с понедельника начать, опять начнут откладывать до следующего понедельника, до после следующего, и так и умрут, тем не менее, не воплотив свое решение начать новую жизнь до реальных дел. И потом всё равно попадут в больницу, ещё на какое-то время больницы продлит им жизнь, а потом всё равно умрут. А те, кто коренным образом возьмётся и приложит решительные усилия для того, чтобы начать новый образ жизни, они начнут строить новую жизнь на планете. И вот очаги нового будут укрепляться, их иерархия света и божественные существа планеты Земля будут поддерживать эти новые ростки. И они настолько укрепятся, что уже им будут не страшны никакие натиски представителей старого мира. И начнётся настоящая эпоха Водолея, в которую мы только-только ещё вступаем. Вот вроде бы эти кризисы, вроде бы боли, операции, операции в больнице, катаклизмы всякие. Но после них начнётся новая жизнь. И заметьте, что вот в Японии после атомного взрыва в Киросиме и Нагасаке очень мощный произошёл скачок в эволюции, хоть и технократической, и эгоистической, но очень мощная такая была эволюция в Японии. И везде, где вот разрушительные войны, в Европе тоже довольно такие обновления в каких-то этапах эволюции произошло. Потом опять скатилось на старые какие-то эгоистические варианты развития. Но, тем не менее, много нового было заложено после вот этой Второй мировой войны на континенте европейском. Америка вроде бы не очень пострадала, но поэтому им неминуемо предстоит пострадать. Вот невозможно из капитализма, из эгоизма, который вот был фактически лидером всей планете вот по этому направлению, по эгоистическому, капиталистическому, и невозможно перейти в новую эпоху без страданий, без каких-то катаклизмов, без каких-то потрясений в социуме, революции, возможно, каких-то. И поэтому я не знаю, как быстро наступят эти разрушительные процессы в Соединённых Штатах Америки. И многие говорят, вот доллар столько лет не рухнул, все ему предрекали, что он рухнет, а он так и не рухнул, а вот в какой-то момент рухнет. И это будет во благо американской цивилизации, потому что вот без каких-то, без того, что она попадёт в больницу, испытает какие-то мощнейшие катаклизмы, вот эти катаклизмы, которые с Атлантического океана во Флориду прилетают, какие-то пожары, которые со стороны Канады вот сейчас обрушились на Канаду и даже до Америки дотянулся дым этот. Во Флориде, в Калифорнии огромное количество пожаров с каждым годом всё более и более разрушительных происходит. Вот всё это со стороны, пока только со стороны природы катаклизмов обрушивается на Соединённые Штаты Америки, а в какой-то момент, вот сейчас начинается, мы последние годы увидели Black Light Metal, вот эти чернокожие, и индейцы начали бороться за свои права и крушить магазины, заставлять белую часть населения на колени вставать перед ними. Вот социальные потрясения происходят. Ну и символом вот этой старческой дряхлости Америки являются вот эти президенты, которые Байден, да даже Трампу тоже довольно дряхлый. Вот всё это тоже символ такого старческого этапа, вот как Древний Рим достиг огромной мощи, но начал разлагаться под воздействием последствий неправильного образа жизни, когда они там и в сексуальных каких-то невоздерженностях перешли все границы, и в жратве, и в роскоши какой-то, и в каких-то шоу, когда рабов там бросали на арену, чтобы они там друг друга уничтожали, вот всё это очень варварское было, и неминуемо Рим разрушился, и Америка сейчас, вся её цивилизация, она очень эгоистичная и варварская по крену своего эволюции, технически она вроде бы мощная, но это колос на глиняных ногах, он неминуемо должен разрушиться, а поскольку Америке предсказано такое духовное обновление, то естественно невозможно перейти на духовный путь, без разрушений, без катаклизмов, как по линии природных катаклизмов, так и по линии социальных катаклизмов, которые именно старые группы будут бороться с новыми какими-то группами, представителями новых идей, вот это всё очень разрушительно будет для Америки, но она пройдёт через эту больницу всяких операций и начнёт новый образ жизни, вот, и то же самое Англия, Великобритания была мощнейшей империей, потом она всю мощь подрастеряла, но продолжает вот старые какие-то идеи через Америку, через её мощь пытаться как бы насаждать всей планете, но вот от этого тоже придётся отказаться, и тоже через какие-то разрушения, катаклизмы и природные, и социальные, вот, ну а Европа уже во многом уже претерпировала разрушения в Первой и Второй мировой войне, поэтому там разрушений будет меньше, они будут менее болезненными, но вот спецоперация всё-таки на территории Европы началась, так что вот что-то и там произойдёт, вот, ну, я хочу сказать, что это последняя, наверное, буря, которая обрушится на человечество из страны природы, из страны социальных потрясений и войн, но вот она уж приведёт к ещё большему скачку в область новой эпохи, в область эпохи Водолея, духовной ориентации, и вот если мы сейчас пострадаем, а пострадать придётся и в войнах, и в катаклизмах, то уж после этого на этапе залечивания ран и новых каких-то идей и идеалов начнётся очень стремительный прогресс по линии духовности, поэтому через какое-то время, претерпев те страдания, через которые мы сейчас проходим, нас ждут неминуемо очень светлые времена. Это будет непросто к ним перейти, но, знаете, когда спортсмен, даже ещё не став чемпионом мира, но перестанет, перестал уже быть трещом каким-то, тряхлом, каким-то, немощным, когда он уже начинает три блина на штанге поднимать, четыре, он ещё не может 200 килограммов выжать как чемпиона мира, даже 150, 100, но даже если он 30 начинает килограмм поднимать, потом 40, потом 60, то по сравнению с теми, кто вообще не занимается, тот, кто поднимает штангу весом 60 килограмм, ну, он уже себя чувствует довольно уверенно, он ещё не стал крепышом, который 100, 120, 150, 200 жмёт штангу от груди, но, тем не менее, он уже даже когда поднимает штангу от груди, там, жим 60, 70, 80, ну, он уже посматривает на тех, кто не занимается физическими упражнениями, так довольно так, как на каких-то, ну, ему уже не хотелось бы вернуться в такое состояние, дрыща, вот, и он уже, для него уже поворот в прошлое невозможен, вот так и те, кто начнут потихоньку двигаться в духовном направлении, они почувствуют радость, которая у них начнёт всё больше и больше насыщать их жизнь, и хотя они ещё не смогут быть такими, как некие представители самых высоких ступеней духовного совершенства, такими, как святые, как Серафим Саровский, как Сергий Радонежский, как какие-то деятели в искусстве, как Леонардо, как Шекспир, как в науке, там Коперник, Джордана Бруна, Аристотель, там какие-то другие учёные вдающиеся, но тем не менее уже почувствовал вкус к тому, что вот уже от прошлого ушли такие люди, к будущему ещё они не пришли, но они уже почувствовали вкус этого будущего, и они уже поворот в прошлое для них будет невозможен, и они станут авангардом человечества, которое поведёт нас в светлую эпоху. Вот на такой позитивной ноте сегодняшнюю беседу я, наверное, закончу. И смонтирую это видео, добавлю каких-то картинок и выложу на YouTube. Ну вот, пока мы этом заканчиваем.